всем огромный привет добро пожаловать на мой канал начинаю новый влог и скоро это на самом деле будет у меня традиции начинать каждое видео с покупок сайта вальберис много всего как всегда вот вместе с вами сейчас распакуем посмотрим прошлое видео которое я тоже распаковала вальберис было очень шумно но у меня работала еще стиральная машинка вентилятор сейчас тоже мне работает стиральная машинка надеюсь что будет не так слой не так громко давайте начнем с такого большого видите как все запаковано хорошо вот на самом деле для стекла я бы еще в коробочку положила бы кое-что в основном это такое для кухни заказала еще много интересного а заказала я вот такую вот бутылочку для масла помните я как-то показывала на зоне или на вальберис я заказывала набор из маленьких бутылочек там же у меня соломка и перечница в общем обычное масло неудобно хранить маленькой бутылочки там по-моему вообще 100 миллилитров общем я решила вот такой большой здесь на 1 литр буду хранить обычное подсолнечное масло он те маленькие бутылочки я использую для уксуса тогда бальзамический уксус удобно наливать и вот обычный уксус да тем более не так часто пользуюсь как обычным маслом в общем вот такая вот бутылка единственно что меня смущает немножко не плотно вот это вот вот это вот штука ну не знаю сейчас налью маслом и такая форма мне очень понравилось было бы прикольно если бы еще была ручка вот но с ручкой я там таких вот больших не нашла также для кухни я заказала вот такой вот подставку подложку на самом деле я обычно знаете чем пользуюсь просто обычным брюцам или или вообще практически ничем бросаю ложку где не попадя потом сама же 1 столешницу это не очень удобно еще решила красоту наводить доме вот смотрите какая прикольная вот такая вот ложка то есть можно и деревянную использовать а можно вот так на деревянную я не хочу использовать потому что она быстро придет негодность вот это вот деревянная такая вот форме сердечком это у нас не помню фарфор общем вот такая вот марка вот такая ложка сейчас тоже все по мою поставлю на кухню будет у меня красота вообще красоту на вашей домах можно так сказать сейчас открою покажу раз показывающую как упаковано было здесь еще вот в такой коробочке завернута пупырчатую бумажку не бумажка целлофан я знаю я заказала вот такую вот солонку не хотела чисто белую заказала вот такую как бы я ее поставлю он достаточно большая поставлю здесь на обеденном столе будет очень симпатично и также на обеденный стол я заказала ну вот это вообще вот такую вот подставочку для зубочисток смотрите какая прикольная как вот у меня будет рядышком стоит не подходит по цвету конечно но я и хотела чтобы вот это было не чисто белая смотрите какая прикольная солнышко и также я заказала упаковку зубочисток здесь 1000 штук сейчас мы сюда и поставим самое интересное что я не помню вот конкретно вот эти зубочистки или какие-то другие читала там отзывы и кто-то реально пересчитал девочки тоже я не представляю как можно эти 1000 штук посчитать вот такие зубочистки в индивидуальной упаковке они по моему обычные да есть зубочистки которые с ментолом но я такие не хотела потому что зубочистки использую еще там посмотреть проколоть там пирог или что-то сколоть и медану в процессе приготовления когда они ментоловые мне как-то не очень хочется ментоловыми скалывать а когда они вот такие еще не за обычные зубочистки как зубочистки в общем вот так вот у меня будет выглядеть прикольно да так вот поставлю на стол суждено обычные самые простые кстати достаточно тоненькие зубочистки не знаю чем они там могут отличаться друг от друга но в общем ладно так что еще и зубочистки придачу тоже вещь важна так также немножко для кухни а вот заказала вот такую огромную упаковку это как они правильно называются миндаль хлопья миндаля по моему правильно называются для выпечки хочу использовать и не здесь положили подарочек это очень приятно сейчас откроем положили в подарок вот такой вот маленький пакетик миндаля ну тоже на самом деле очень приятно и вот такие вот миндаль лепестки называется производство город москва например сделать яблочную шарлотку сейчас же яблоки вовсю и сверху посыпать вот этими хлопьями я как-то давно их покупала часто использовала выпечки потом перестала покупать прикольно вот такие вот для выпечки в общем также еще я заказала себе вот от натуры сибирика я уже как-то говорила что мне очень понравилось есть продукты этой марки крем для рук не тоже очень понравился который покупала я заказала вот такой скраб вулканический для лица правда здесь для жирной комбинированный к вот на основе частичек вулканической лавы и бамбуковой соли вот такой вот скрабик обязательно попробую тоже потом расскажу так и последнее мое самое большое и на самом деле это не все у меня еще там еще там скоро придет что-нибудь я заказал себе швабру вот такую сейчас тоже открою я что такая швабра с дополнительной тряпочкой вот такая вот треугольная здесь идет еще с водосгоном вообще она предназначена для мытья окон в принципе я для этого и покупала вообще кстати по есть робот моющих окон напишите нравится он вам или нет тоже задумываюсь его приобрести я еще приобрела для того чтобы протереть навесной потолок стены в ванной комнате то есть не для пола потому что для пола это конечно она очень размеры я считаю очень маленький чем и до 2 и здесь она идет на липучках но говорят что вот эта липучка быстро отклеить отклеивается то есть после нескольких применения она в 10 отклеивается но я думаю что можно будет если что клеим аккуратненько супер клеем подклеить в общем вот такой вот швабра у нее идет здесь вот так как-то защелкивается подожди вот это а я еще так до телескопическая ручка вот такая у нее тут идет в общем да еще в общем для того чтобы уборками заниматься мой сынок в общем буду мыть деса что еще он отзывы я купила за 600 там чем-то рублей что вот это вот резинка тоже не очень быстро отваливается но вот этими резинками вот этим водосгонами я очень редко пользуюсь я просто протираю насухо сухой тряпочкой то есть одно я буду мыть а второй насухо протирать и как-то так планирую делать вот и отдельно еще можно вот эти вот тряпочки еще тоже купить вот только не сломай меня младший сынок вот так что вот такие вот у меня снова были покупки еще там скоро придет мне в общем но все нужно все вот особенности меня привлекает сейчас знаете на вальберс для дома вот всякие такие вот такие вот вещи знаете очень удобно убираешься там на кухне думаешь вот мне надо баночку бы еще бы вот это там пересыпать то пересыпать это поставить так обычно я думаю ну вот магазин поеду куплю магазине забываю а так сразу зашел заказал ночью вы понимаете на вот ссылочки как всегда я вам все оставлю внизу под видео и также в этом видео я хочу вам показать заготовки которые я делаю из того что купил муж мой на рынке вот такой салат корейский салат я вам оставлю ну и изначальный рецепт я на самом деле последнее время делаю все на глаз но рецепт вам оставлю значит баклажаны нарезаем соломкой замачиваем их подсоленной воде чтоб вся ушла горечь вот это вот и баклажаны мы будем обжаривать морковь натираем на круп не на крупной терке вот видите я здесь как раз обжариваю баклажаны натираем на корейской корейской терке до правильно назвать но она у меня вот такая меленькая и перец тоже мы нарезаем меленько перец сладкий вот все это будем потом смешивать и добавлять специи специи хорошо конечно добавить специальные специи для корейской моркови но у меня таких нет поэтому я даже съездила магазин посмотрела в нашем местном если такие специи казалось нет поэтому я такую импровизацию сделаю вот из того что есть вот смешала уже обжаренные баклажаны буду добавлять уксус обычные девяти процентные тоже я добавляю на глаз добавляю перемешиваю потом пробую и все это дело у нас в специях будет настаиваться где-то часа четыре у меня на самом деле даже постояла больше я решила сюда добавить у меня осталось сушеная паприка совсем ну тут ну как не то что немножко в общем все остатки сушеной паприки сюда добавляю также добавлю куркуму и по рецепту нет но я добавлю кунжутные семечки они будут ну такой не то что повлияют на аромат просто придадут такой красивый вид вот такие у меня специи это кстати специи для курицы но они достаточно такие острые очень блюдо такой вкус придает очень такой ароматный получается и чеснок чеснок я тоже на глаз можно меньше можно больше мне кажется кто как любит у меня такой достаточно ядреный чеснок поэтому не так много в общем все хорошенечко перемешиваем также конечно же соль сюда добавляю и сахар я еще раз повторюсь я буду несколько раз пробовать этот салат чтобы довести его до ума скажем так нужно еще попробовать после того как он настоится и все эти овощи мы не будем тушить они просто настояться и мы будем перекладывать их в стерилизованные баночки и потом стерилизовать стерилизую я в духовке вот такой вот салат это у меня получился после того как настоялся я просто сверху накрывают тарелочкой никакой утяжелитель не устанавливаю да просто вот они мне при комнатной температуре четыре часа стоят дают сок немножечко так вот утрамбовываются я бы так сказала вот и таким образом стоят и значит про стерилизацию стерилизуя в духовке при температуре 105 градусов данный салат я стерилизовала вот баночки которые у меня получились где-то 40 минут вот так обычно в зависимости от банок от двадцати до тридцати минут любые салаты стерилизую в духовке вот видите здесь показываю что дал сок как раз и не все это буду уже раскладывать по баночкам храню я данный салат в холодильнике у меня отдельный есть такой холодильник я называю техническим где я храню всякие свои запасы можно так сказать можно так назвать в общем салат получается то есть овощи получается практически как свежие единственное что здесь уксус как раз подготовила будем перекладывать баночки но салат получается очень вкусным и мужу понравилось у меня сейчас получилось не так много банок но я наверное еще чуть позже еще сделаем надо докупить только все овощи вот так вот мы раскладываем то есть не до плечиков а даже вот практически до самой крышечки четыре банки у меня получились это по моему 600 граммовой банки вот и буду отправлять их стерилизоваться после того как они простерилизуются их нужно перевернуть укутать до полного остывания у меня обычно стоит ночь но это как все салаты на наверное все но я по крайней мере все изготовки после того как они простерилизуются я их еще укутываю до полного остывания и потом буду убирать в холодильник также сегодня на обед я сделала окрошку нас питере все еще жара вот поэтому решила накрутить немножко окрошки опять же положила сюда лук не редиски и ничего такого у меня нет поэтому просто простенько хлебушек и конечно же сметана я люблю добавлять сметану и заливать все это квасом а на кефире я не люблю окрошку не знаю почему мне как-то вот невкусно на кефире вот и вот такой квас покупал у меня его муж есть специальный квас для окрошки но мы вот обычные решили и кстати меня спрашивали про абрикосы девочки вот они поспели представлять они такие вкусные вообще спелые вкус у них такое знаете как будто карамельные они сорт называется краснощеки здесь вот я еще по донце собрала зеленые они упали еще там немножко на дереве осталось у нас мы их понемножку едимые я и дети и вот сливы тоже немножко ну слив у нас немного в этом году но все равно очень приятно а вот этот сорт так и называется краснощеки очень вкусно я покупала деревца прошлом году в этом году мне уже дало урожай небольшой правда но супер я хочу еще одно дерево посадить потому что их можно же консервировать и сушить и что с ними только можно не делать в общем супер мне очень нравится он очень прям сладкий даже такой немного карамельный но небольшие видите они маленькие но понятное дело что большие мне кажется у нас бы не поспели большие абрикосины санкт-петербурге дам точнее в ленинградской области поэтому кто вас живет там москве в ленинградской области свет и вот этот сорт краснощеки я покупал его в прошлом году в обе в этом году не знаю есть или нет не видела так что так что супер вот такой ну небольшой там немного у нас урожает это еще некоторые попадали да вот эти зелененькие полежат от у меня сейчас поспеет в общем обалденно вкусный вот я как раз здесь поставил укутать они мне уже практически но такие уже тепленькие стали забыла просто вам показать чем показать как выглядит сам салатик вот и еще раз повторить будет стоять всю ночь они у меня еще просто до полного остывания вот салат на самом деле получается еще раз повторюсь очень вкусный и такое видите не знаю аппетитно выглядящий мне кажется особенно с кунжутными семечками он действительно очень аппетитно кунжутные семечки я не обжариваю перед тем как добавить их салат хотя знаю что многие обжаривают если вы обычно обжариваете то обжарьте но я почему-то их не обжариваю не могу объяснить почему но вот так вот делаем вот так же я решила из перца не делать лечу я решила его заморозить потому что перец мне очень понравился он такой прям сладкий я немножко нарезала вот такими вот так нарезала да и буду убирать фасовать по пакетикам убирать морозилку потом буду доставать в овощи в тушеные да к мясу можно к чему угодно но а сами перчики целыми буду фаршировать уже зимой здесь у меня также сушится поставила сушить укроп дальше у меня петрушка тоже я потом блендером еще их измельчаем немножко также перца сюда поставила хочу сделать такую овощную смесь и морковку у меня все падает извиняюсь и морковь тоже я ее измельчу потом блендером а здесь сушеные точнее вяленые помидорчики они должны быть такими упругими не сильно сухими и то есть такой нужной консистенции не знаю как ее сказать то есть они должны быть такими видите они упругие то есть не сильно прямо пересушенные будем заливать их маслом для начала буду перекладывать зеленью и чесноком на дно баночки баночки тоже я стерилизую я выкладываю зелень зелень на самом деле какая есть в прошлом году я без укропа делала только с петрушкой потому что у меня была только петрушка в наличии потом чеснок потом слой помидорчиков и дальше уже снова зелень опять чеснок и все это будем заливать теплым маслом я его нагреваю немножко на плите но так что вы можете засунуть туда палец то есть не знаю какая температура главное чтобы он не кипел то есть не надо сильно горячим или сильно теплым делать масло иначе когда будете заливать баночку помидоры закипят как бы в этом масле нам не нужно этого я нагреваю масло исключительно для того чтобы она впитала в себя все ароматы помидоры мы едим просто так эти вяленые масло можно добавлять например салат также после того как заливаю я все дело укутываю до полного остывания баночки переворачиваю такие вот они красивые получаются вот и это блюдо у меня очень любит мой муж так что для него у меня получилось три баночки всего но потом наверное еще доделаю закрываю вот обычно всякими старыми своими полотенчиками и дальше я буду делать вот такой салат из баклажан добавляю туда натертую на терке морковь сами баклажаны я обязательно замачиваю их всегда в воде что вышла горечь в воде в подсоленной воде можно просто в соли кстати солью посыпать и буду также добавлять лук все ингредиенты будут обжариваться потом я складываю в такую большую кастрюлю и еще протушиваю добавляю туда томатную пасту измельченные в блендере помидоры уксус не добавляю черный перец соль сахар по вкусу но я все делаю на глаз на самом деле сюда же можно добавить еще и кабачки можно добавить и перец и я имею ввиду болгарский до сладкий перец вот такую баночку на большую кастрюлю томатной басты я добавляю еще мне блин остатки помидор я их тоже измельчаю в блендере чтобы такую в пюрешечку и все это протушиваю в течение ну наверное 20-30 минут хорошенечко и потом раз постоянно нужно перемешивать чтобы ничего не пригорело стерилизую обязательно и банки и крышки раскладываю салат по баночкам и также отправляю стерилизоваться в духовку накрываю крышкой не закатываю просто сверху накрываю крышкой и отправляем в духовку стерилизоваться потом также буду укутывать их и оставлять на ночь до полного остывания данный салат я тоже храню в холодильнике потому что здесь нет уксуса и зелень еще решила подморозить на зиму у меня и своя зелень замороженная уже есть но я решила что еще замороже потому что зелени зимой лично для меня много не бывает так что вот такие вот у нас получаются заготовки у меня получается да вот баночки крас перевернула буду укутывать они будут остывать так что вот такая вот у меня работа ведь сюда использую специально старенькие всякие полотенчики они у меня уходят для таких целей